Виталий Бешко Виталий Бешко Удивительное чувство испытываешь, читая выдержки из дневника Петра Шенгина, написанные вот в этих самых местах. Например, 30 мая или 10 июня. День был ясный и очень теплый. Где сейчас эта погода? Судя и подошедшей до нас карте, исследователи за два летних сезона прошли больше тысячи километров. Наша задача постепенно пройти по следам тех давних экспедиций, когда ученые впервые открывали для себя Алтай. На первый раз лишь часть пути. Но если в распоряжении Шенгина были лошади, обозы, мы идем по воде на современной лодке, движимой водометом. Верховья Черыша напоминают чем-то сильно неровную дорогу, целиком состоящую из выбоин и колдобин. Причем из-за дождей вода прибывает, и стихия, что называется, то и дело ставит нам палки в колеса. Мусор плывет по реке, идти невозможно. Водозаборник забивается, сложно. Приходится останавливаться, прочищать его. Вот этим же путем больше 250 лет назад шла экспедиция Петра Шенгина. Ну, шла, правда, не по воде, а по земле и гораздо медленнее, чем мы. Одна из первых остановок менее чем через час. Почти случайно замечаем отверстие в каменной стене. Местные жители рассказывали нам, что где-то здесь встречается пещера. Не можем отказать себе в удовольствии ее исследовать. Каждый объект географически должен иметь название. Как мы назовем это? Даже не пещеру, гротик небольшой, но все-таки. О, давайте назовем их грот Шенгина. И то верно. Есть же где-то пещера Шенгина. Описанная в тех же дневниках, она долгое время оставалась легендой. И лишь недавно спелеологи вроде бы определили ее местонахождение. Но пока определяются точно, у нас вот есть маленький грот. Пусть время больших географических открытий прошло, зато малые никто не отменял. За бортом проплывают деревеньки, некоторые из которых тогда, в 18 веке, уже существовали. Как уже тогда, вот эта речка называлась Большая Татарка. Говорят, тут временами останавливались татары. Место для стоянки и правда явно подходящее. Судя по дневникам Шенгина, экспедиция вот здесь и проходила по правому берегу реки Большая Татарка. Переправлялась тоже, судя по всему, вот прямо здесь. И заночевала на поляне на том берегу. Наряду с ландшафтами, минералами, Шенгин впервые описал и большое количество местных растений. Многие из которых радуют глаз до сих пор. Валентин Смирнов – специалисты по панорамным сферическим фотографиям. В течение нескольких лет он реализует свой проект «Алтайский край 360 градусов». Одна из задач – показать места, подобные этому историческому маршруту, широкой публике. Технология фотографии 360 градусов позволяет дистанционно, не посещая территорию, посмотреть, что же мы увидим, какие достопримечательности нам будут доступны. Одним из важнейших фрагментов нашего пути стал участок в несколько километров вверх по течению реки Кумир. Глядя по сторонам, вспоминаешь еще один факт. Именно описанные Шенгиным особенности рельефа, в том числе вот такие пейзажи, когда между горных вершин вдруг раскрываются широкие долины, позволили уже потом, в 20 веке, еологу Владимиру Обручеву понять, как формировались многие горы Сибири и Центральной Азии, что это повторно возникшие на месте старых хребтов молодые вершины. Кроме того, именно здесь экспедиция Шенгина обнаружила первые крупные залежи подделочных камней. Именно где-то вот здесь, в этих скалах, находятся те самые шурфы, в которых Петр Шенгин нашел знаменитые подделочные камни, которые впоследствии использовались на Калландской камнерезной фабрике. И мы хотим попытаться найти их, но это уже, наверное, будет следующая большая экспедиция. Каргон. С тюркского это слово переводится как крепость. То, что река не собирается открываться так просто, стало ясно, едва мы вошли в устье. Ливень, ветер, сильное, очень сильное течение. Но пройти нужно было обязательно. Одной из задач, что мы перед собой поставили, было найти вот этот вид. Известно, что акварель авторства Ивана Меркульева была сделана где-то в этих местах. Но сколько лет прошло, обвал и землетрясение, пейзаж мог измениться. Мы сомневались, пока за очередным поворотом вдруг не появились знакомые очертания вершин. Дальше, увы, путь нам преградил порог, цензурный, название которого абзац. Посмотрели мы этот порог, ну, естественно, приняли решение не идти. Потому что есть некая опасность. Не дай бог, что случится с мотором, заглохнет, ну, всякое бывает, шланг слетит. То вот на этих полах реально размотает, лодку может перевернуть. А такой риск нам ни к чему. И снова приходит на помощь воздух. Нашли. Первый этап проекта завершен. Но мы уже строим планы на следующей экспедиции. С участием ученых, ботаников, геологов и других. Итогом станет познавательный маршрут тропа Шенгена, который позволит будущим туристам посмотреть на родной край с совершенно новой стороны. И узнать, что видели и чувствовали те, кто когда-то впервые открывал Алтай. Илья Кочетков специально для телеканала Толк.